Мне неизвестны случаи, когда правительство Соединенных Штатов нанимает какое-то пиар-агентство, которое делает имидж этой страны за рубежом. Есть более такие локальные примеры. Предположим, когда государство Турция нанимает пиар-агентство французское, чтобы строить хороший имидж Турции во Франции. Что касается глобальных задач, аналогично Франции, Германии, больших стран, то мне такие примеры неизвестны. Как правило, повторяю, эти страны строят свой имидж своей политикой внешне по отношению к этим странам, также, соответственно, организациями по типу USAID. В этом смысле у России скорее с кетчемом исключение. Но я считаю, что шаг очень грамотный, системный, и я считаю, что Путин хорошо сделал. На фоне антизападной, антиамериканской риторики, политики, которая проводится с Россией в течение последних, хотелось сказать, какого количества, скажем так, определенное количество лет. Это хороший жест, что принято такое решение. Было четыре года назад и приглашено западной компанией, чтобы строила имидж России за рубежом. Цинично, но очень правильно. У очень многих есть иллюзия, что если, соответственно, вы приглашаете пиар-агентство, то пиар-агентство делает за вас работу построения имиджа. Имидж, он формируется в первую очередь, если говорить о государствах, политическими действиями, политическими событиями, которые государство в лице его политиков осуществляет и действует, и делает. И специалисты по имиджу, это в этом смысле слова, действительно имидж мейкера, которые помогают каким-то образом уложить волосы и так далее. Но вырастить волосы, если человек лысый, очень сложно. Любого приглашаете парикмахера, но не растут волосы на голове, очень сложно что-то с ним делать. Ну, так хорошо, одевать парик можно, что-то еще делать, либо там заниматься в фотошопе какими-то изысками. Но главное, государство должно проводить адекватную, взвешенную политику. И тогда специалисты в области имиджа, они помогают усиливать сильные стороны и затушевывают слабые и неудачные стороны. Политическое слово и дело имиджмейкеров, оно должно быть очень гармоничным, а не находиться в разные стороны.